Мы переходим к последнему эпизоду лекции про историю Европы в 1815-1848 годах, а именно к разговору про историю Испании в период между 1823 и 1844 годами. А, собственно говоря, в этот период, почему с 1923, да, потому что до 1923 года разговор был доведен в эпизоде, посвященном революциям 20-х годов. И здесь мы начнем говорить с конца так называемого либерального трехлетия с 1923 года. Логичным завершением этого периода становится сначала безобразное десятилетие, Это последние 10 лет правления Фернандо VII, а затем 11 лет регенства королевы Марии Кристины при малолетней королеве Изабелле II. С 1844 года, когда Изабелла II становится самостоятельной правительницей, самостоятельной хиролевой, начинается принципиально новый период испанской истории, о котором надо говорить отдельно. Поэтому в этой лекции мы остановимся на 1844 году. Итак, в 1923 году по запросу Фернандо VII Священный Союз направляет в Испанию 95-тысячный корпус французской армии под командованием герцога Ангулемского. Собственно, их прозвали в Испании 100 тысяч сыновей Святого Людовика. Вторжение начинается в начале апреля. 7 апреля, собственно, первые французские солдаты вступают на территорию Испании. И к 1 октября все очаги сопротивления оказываются подавлены. Собственно, капитулирует последняя цитадель защитников Кортусов. Это Кадис, где до этого момента удерживают Фернандо VII. Кадис капитулирует и восстанавливается полная абсолютная власть Фернандо VII, опирающегося, правда, при этом на французские штыки. Десятилетие начинается мрачное и не вполне, ну, я бы сказал, не вполне обычное для современного слушателя. Собственно, смотрите, что происходит. Ну, одним из первых актов, разумеется, Фернандо VII отдает приказ повесить руководителя восстания 20-го года, Рафаэля Риего, и его вешают в Мадриде 7 ноября. А дальше следует череда указов, вполне ожидаемое восстановление инквизиции, создание так называемых хунт-веры, чрезвычайных судов по религиозным вопросам, судов, наделенных чрезвычайными полномочиями в ходе до смертной казни и конфискации имущества. С этим, ну, это можно понять, это можно принимать, не принимать, но это довольно понятные меры. Но дальше Фернандо VII оказывается в ситуации, когда он не может доверять собственной армии. Ведь вы помните, что восстание 20-го года и началось среди офицеров, и, собственно, основной движущей силой того восстания стала армия. И Фернандо VII жутко не доверяет своей же армии, что приводит его к декрету о распуске испанской армии. Однако королевство должен кто-то охранять, за порядком надо кому-то следить. И Фернандо VII обращается к Священному Союзу и к Франции с просьбой оставить на территории его страны фактически оккупационный французский корпус. Ну, остаются не все 95 тысяч, остается примерно 22-25 тысяч солдат, которых Испания исправно кормит вплоть до 1828 года. Что, как вы понимаете, не вызывает энтузиазма не только у либералов и сторонников Кортасов, но даже и у изначально поддерживающих Фернандо реалистов. Собственно, во многом именно вот эта французская оккупация вызывает к жизни знаменитое восстание недовольных 1827 года, когда против Фернандо VII восстают сторонники его брата Карлоса Марии Исидро, того самого Дона Карлоса, о котором я еще буду говорить дальше. Восстание подавлено, но здесь важен сам факт, что королем недовольны уже все и со всех сторон. В аппарате управления, в чиновничьем аппарате начинаются чистки. Не угодные, не поддерживающие Фернандо VII чиновники устраняются, увольняются, их сажают и многих казнят. Соответственно, еще один очаг недовольства и постоянного беспокойства Фернандо VII видит в университетах. Именно они являются кузницей тех самых либеральных кадров, которых он так люто и рьяно ненавидит. И репрессии разворачиваются против университетской профессуры. В самих университетах тогдашним министрам внутренних дел вводится на удивление реакционный учебный план. Костный и отбрасывающий испанские университеты. Если бы он задержался надолго, он бы отбросил испанские университеты на много лет назад. Тем не менее, даже в ситуации внешней политики, как вполне понятно, Испанию ждет полный провал. Если король распускает собственную армию, то на что же он может рассчитывать? За 20-е годы Испания последовательно теряет все свои заокеанские владения, кроме Кубы. Да, в самой Европе внешней политики, разумеется, не проводится. Наконец, что касается экономики. Ну, здесь какая-то жизнь все-таки есть в это десятилетие. Здесь свой проект реформы представляет Луис Лопес Больестерос, чей портрет вы видели на предыдущем слайде. Он проводит финансовую реформу, насколько ему это позволяют. Он доталкивает короля, буквально додавливает его до принятия торгового кодекса к 29-му году. Остальные кодификационные проекты Испании будут заморожены еще очень надолго. До 50-х, 60-х и даже 80-х годов 19-го века. Параллельно Больестерос основывает банк Сан-Фернандо, это нынешний банк Испании, и Мадридскую биржу. Ближе к концу правления Фернандо VII предельно обостряется вопрос наследования. У короля нет детей мужского пола, у него есть только дочь Изабелла от четвертой, собственно, жены Марии Кристины, киролевы обеих Сицилий. Вот, у него есть только дочь, и поэтому Фернандо знаменитой прагматической санкцией от 31 марта отменяет солический закон. То есть, закон, запрещающий передачу власти по женской линии. Он отменяет эту прагматику, он отменяет этот закон. Но дальше, ну здесь надо оговориться, что Фернандо к тому моменту тяжело больной человек. Помимо ожирения, это серьезная проблема с сердцем, с дыханием, он выкуривает по нескольку десятков сигар в сутки. И, помимо всего прочего, это тяжелейшая форма подагры. Мучимый болями и нетвердый в сознании король в 32 году отменяет собственную санкцию, тем самым перекрывая наследование для своей дочери. Наконец, в 33 году он снова восстанавливает эту прагматическую санкцию. И в итоге, когда он в 33 году умирает, официально его наследницей становится трехлетняя дочь Изабелла. Однако, рядом с ней оказывается сильный и неуступчивый претендент на престол, Дон Карлос, брат короля, собственно, Карлос, Мария и Сидро. И вот эта вот ситуация двойственная, непонятная и непонятно, кому в итоге король все оставил, все это приводит к началу знаменитых королистских войн, которые трясли королевство, первая королистская война, да, она трясла королевство с 33 по 40 год практически без остановки. Собственно, последующий период после смерти Фернандо VII выглядит примерно так, как вы видите на слайде хронологически. На престол восходит Изабелла II, которая правит до 1868 года, но при этом первые 11 лет, извините, за нее реально правит ее мать, королева Мария Кристина. Она перед вами на слайде. Общество в стране расколота на две неравные и неровные части. С одной стороны, это Изабеллины, высшее дворянство, верхушка армии, церкви, плюс университетски образованная публика, либералы всех видов и мастей. И все они связывают свои надежды с малолетней королевой и, собственно, с ее матерью, конечно. Все они связывают с ними свои надежды на преобразование грядущее. При этом, что характерно, единой политической программы у Изабеллинов нет. Изабеллины, да, это по-испански сторонники Изабеллы. Единой политической программы, единой позиции даже у Изабеллинов нет. Их шатает между хартией 14-го года, французской и кадетской конституции 12-го. Внутри себя либералы, поддерживающие Изабеллу, расколоты на две части, так называемых «умеренных модерадос», ближе к консерваторам по своим воззрениям, сторонники твердой монархической власти. Сюда относятся, как правило, высшее военное руководство, генералитет испанский, и высшее руководство церкви. Они хотят твердой руки ограниченных гражданских свобод и крайне желательно ограниченного избирательного права. То есть для них идеалом становится преобразование по образцу хартии 14-го года. С другой стороны, вторая часть либералов – это так называемые прогрессисты. Здесь название говорит само за себя, они сторонники более серьезных преобразований. В частности, в идеале по образцу кадетской конституции ограничение королевской власти, введение широкого избирательного права, разделение властей реально действующего и так далее. Но при этом, несмотря на то, что в лагере и саберинов нет единой позиции, и прогрессисты, и модерадос одинаково не приемлют идею абсолютной монархии, неограниченной королевской власти. Им одинаково чужда мысль о возвращении назад к тому старому порядку, блестящий пример, которого продемонстрировал недавно умерший Фернандо VII. Их противники – королисты, мелкое дворянство, провинциальное священство и очень широкая поддержка среди крестьянства. Обратите внимание, не горожан, но именно крестьянство северных и северо-восточных провинций страны, прежде всего. Они исповедуют как раз программу, которая формулируется в трех основных словах, и они идеологически гораздо более едины, чем их противники. Бог, фуэро, король. Бог, понятно, лидирующий роль католической церкви. Фуэро имеется в виду своды средневекового, во многом, обычного права. То есть, здесь, чтобы было понятнее, лучше заменить на Бог обычай, обычай предков и жесткая, желательно абсолютная королевская власть. Возглавляет и вдохновляет королистов, как раз вот человек, который перед вами, Карлос Марии Исидро, брат Фернандо VII, который себя, почему, собственно говоря, королисты, он провозглашает себя королем Карлосом V, не признав Изабеллу. Возглавившая страну, официально возглавившая страну, королева регенша Мария Кристина в 1834 году провозглашает королевский статут. Акт, в рамках которого учреждаются двухпалатные кортесы, но довольно своеобразные. Верхняя палата получает название «Палата достойных», «Просерес», «Палата старшин», «Палата наиболее достойных», как аристократическая, назначаемая палата, разумеется. И «Палата представителей», правда, закрепляется очень высокий имущественный ценз, в отличие даже от характери 14-го года во Франции, где, вы помните, избирать могли примерно 0,3-0,35% населения. Здесь избирательными правами обладают примерно 0,13% населения страны. Функции кортеса при этом очень ограничены. Король, королева в данном случае, обладает правом вето на любое решение корпусов, но, правда, там гарантируются основные гражданские свободы. В 1935 году, несмотря на провозглашенный статут и, казалось бы, принятые меры, на выборах уверенно побеждают прогрессисты. Главой правительства становится Хуан Альварес де Менди Сабль, богатый промышленник, финансист, один из богатейших людей Испании на тот момент, который начинает проводить в жизнь сей реформ, вызывающих яркое недовольство у Марии Кристины. Поэтому в 1836 году правительство отправляется в отставку и издается указ о новых выборах в кортесе. Мария Кристина, ее не устраивают большинство прогрессистов, она хочет видеть кортесы, где в палате депутатов большинство будет принадлежать модераду, умеренным. Подобный жест королевы-регенши вызывает целую череду военных бунтов по всему королевству. Финальной точкой становится так называемая Сархентада Далагранха, то есть восстание сержантов Королевской гвардии в Лагранха в королевской резиденции, когда Марию Кристину просто вынуждают отменить королевский статут и восстановить Конституцию 12-го года. К власти снова приходит правительство прогрессистов, на этот раз Менди Сабль занимает там позицию министра финансов. И вот здесь начинается одна из самых знаковых для Испании 19-го века реформ. Реформа дезамортизации церковных земель. Когда у монастырей, у храмов отнимают их земельное владение, монастыри закрывают, монахов выкидывают на улицу, многих убивают, разумеется. Собственно, 1836 год до сих пор воспринимается в Испанской церкови, хотя уже много лет прошло, до сих пор воспринимается как такая черная памятная дата. Очень серьезная рана была нанесена тогда церкви. Вторая волна дезамортизации будет связана с именем министра Мадоса. Она пройдет еще двумя десятилетиями позже, и она затронет земли городских общин. Уже не церковь будут вести, а муниципалитеты. А в 1937 году прогрессисты, понимая, что Кадисская конституция слишком яркая и слишком радикальная для действующей монархии, и понимая, что настаивая на Кадисской конституции, они лишь провоцируют новый виток конфликта, вместо того, чтобы его как-то приостановить, идут на сделку с Мадерадос, и начинается конституционная реформа, результатом которой становится Конституция 1837 года, в которой утверждается суверенное право нации и верховенство суверенного права нации. Исполнительная власть по-прежнему у короля, и право вето у него есть, хотя и ограниченное. Законодательная власть передается кортасам в стандартном существующем по сей день виде, то есть палата депутатов и сенат. Гарантируются основные права и свободы печати, и снимается запрет на другие религии, и при этом на государство возлагается обязанность компенсировать хотя бы частично церкви потери, понесенные ей в результате дезамортизации. В дополнение к Конституции в том же году издается избирательный закон, серьезнейшим образом расширяющий избирательную базу. Теперь избирателей становится почти 2% от населения страны. Это может показаться несущественным или не очень значимым, но давайте сравним. До этого было, повторюсь, где-то 0,13%, а сейчас почти 2%. Это очень серьезный, конечно, шаг вперед. И, наконец, в 1944 году, 1844 году, Изабелла II достигает 14 лет, то есть возраста совершеннолетия, и начинается самостоятельное правление Изабеллы II, о котором отдельно в одной из следующих лекций. Я прошу обратить внимание на приведенную рекомендуемую литературу. Помимо учебников, очень стоит обратить внимание что на историю Испании, что на историю Франции, на названные страницы. Спасибо за внимание.